Тюремная забастовка. Заключенные спецприемника с сегодняшнего дня объявили голодовку и сидячую забастовку. Преступниками их назвать нельзя. Это те, кто нарушил визовый режим и должен был быть депортирован на родину. Но из-за пандемии они застряли в спецприемнике. А спецприемник это самая настоящая тюрьма. Режимный объект с заколючей проволокой, высоким забором, с камерами. Телефоны там, конечно, запрещены, но почему-то, как в любой нижегородской тюрьме, они есть почти у каждого заключенного. Сегодня заключенные позвонили нам в редакцию и мы записали с ними видеоинтервью. Нас здесь держат на протяжении 8 месяцев. Мы хотим, чтобы нас или депортировали, или отпустили здесь под подписку о невыезде. Вот посмотрите, сколько у нас людей. Это одна из половины камер. Вот за этой железной забором находится еще такая же, три камеры. И там сидят женщины. Здесь в 80 человек, 20 женщин. Поймали женщину, у нее был пятилетний ребенок. Ребенка забрали. Она сидит 5 месяцев, ребенок в детдоме. Когда будет отправка, при отправке мы его вернем отправить. Это как так можно? Мы не преступники, мы не должны в тюрьме сидеть. Наше помещение, где содержат иностранных граждан для депортации. Вот так вот мы живем 6 человек в одной камере. Мы сидим на 4 квадратных метрах. Вот наши кровати. Как вы думаете, можно жить на таких квадратах 6 человек в таких условиях? Окно у нас сломато. Ночью сидим, замерзаем. Не искупаться, ни душевой кабины. Ничего здесь нет. И купаемся в тазике делаем. Вот люди сидят по 6 месяцев. Самые 6, 7, 8 месяцев сидят. Мы задержаны за просроченные документы, за рабочую визу. Мы здесь задержаны. Постановление суда, что в течение трех недель мы должны были депортированы быть на родину. 2 тысячи рублей штраф. Мы его оплатили. Это было 8 месяцев назад. И нам обещали отправить нас домой в течение трех недель. Мы сидим 8-9 месяцев. Наручил административный штраф, заплатил тот же день. Я нахожусь здесь уже 5 месяц пошел. Граница закрыта. А сколько она будет еще закрыта, никакого дата не назначают. А я вообще, представляете, в Дивеево приехал на могилу к матери, к своим родственникам. И стал уже подавать документы на гражданство. И меня взяли, задержали. Время отправки неизвестно. Вот человек сидит 6, вот 9 месяцев сидит. 9 месяцев сидит человек. Вот так вот мы сидят, ждут. Есть кто-то, кому 60 лет. У нас условия, как тюрьма. Хуже. Хуже даже. Вот такое вот содержание. Вот нас выпускают в день на полчаса на прогулку и все. Ни душа, ни бани, то есть кусок хлеба, соли, то есть обед, который невозможно кушать. У нас здесь родственников, близких нет. Чтобы проходили, нам проносили посылку, передач. Что у нас было с собой, деньги, все закончилось. Просим оказать медицинскую помощь. Не делают, не вызывают скорую. Никакого. Тут люди с давлением здесь, которые по 50, по 60 лет. Уже невозможно это все терпеть, это все глотать. Уже все. Не понимаем, никакого. Мы не сидим ни за что. Вот именно мы хотим узнать, за что нас здесь держат. Люди не будут кушать, не будут пить, не будут заходить туда. Не будут спать. Будем сидеть здесь до тех пор, пока нам не придут, не скажут какое-нибудь решение. Мы сегодня же отправили запрос относительно происходящего в миграционную службу. Комментарии нам предоставила пресс-служба ГУВД. В пресс-службе ГУВД считают, что жалобы ни у кого в спецприемнике нет. И там все в принципе в порядке. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой депортации, административное выдворение иностранных граждан за пределы России временно приостановлено. С жалобы и заявлений на состояние здоровья от иностранных граждан сотрудниками Центра временного содержания иностранных граждан Главного управления МВД России в Нижегородской области не поступало. По состоянию на 15 июня 2020 года большинству иностранных граждан подготовлены документы для выдворения их за пределы Российской Федерации. Добавлю, что никаких уточняющих вопросов при записи интервью с пресс-службой ГУВД мы задать не можем. Пресс-служба работает по принципу такому, что они сами записывают свое видеообращение и предоставляют его в редакцию, лишая журналистов возможности задавать им вопросы. Но мы будем следить за развитием этой ситуации и вернемся к этой теме еще и завтра.